Штраф за плохую очистку дорог, слухи о смерти детей от гриппа и многомиллионные кражи. Все это лишь часть новостей, которые сегодня встречаются на полосах региональных средств массовой информации. Мой коллега Андрей Деменок выбрал самые интересные из них. Андрей, о чем будешь рассказывать? Ирина, утро доброе. Да, часть тем ты уже озвучила. Об этом и не только в ближайшие несколько минут. Итак, начну по порядку. В Кустанайской области сотрудников Казах Автодора штрафовали за плохую очистку дорог от снега. Об этом на странице своего издания рассказали корреспонденты нашей газеты. Кроме того, стало известно, что теперь сотрудники Управления административной полиции вместе с местными исполнительными органами и представителями Казах Автодора ежедневно до окончания зимы будут проводить обследование автомобильных дорог региона. Но заплатить штраф предприятию все-таки придется. Вот что сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. В ходе обследования автодорог уже выявлены недостатки в их содержании в виде снежного наката и переметов. Также имеется снежный вал на бровке обочины. Сотрудники Управления административной полиции привлекли сотрудников Кустанайского областного филиала ТО «Казах Автодор» к ответственности. А теперь перенесемся в Уральск, где местный департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг официально опроверг информацию о том, что в городе от вируса гриппа скончались двое детей, сообщает издание «Уральская неделя». В профильном ведомстве корреспондентам газеты рассказали, что в результате рассылки в отца по гибели несовершеннолетних была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что ситуация с лечением УРВИ в области стабильная и ни один ребенок на самом деле не умер. Предлагаю послушать вот то сообщение, которое дали корреспондентам издания в профильном ведомстве. Превышение контрольных уровней не установлено. Заболеваемость на уровне прошлого года. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 7776 случаев ОРВИ. Основную долю заболевших в сети. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 348 случаев пневмонии. Летальных случаев не зарегистрировано. А теперь две похожие новости. В Усть-Каменогорске был ограблен пенсионер. По его словам, из дома, где он проживает, были украдены золотые изделия на 3 миллиона тенге. В помещении ограбитель проник через окно ванной комнате. Задержать преступника сражам порядка удалось по горячим следам. Им оказался 20-летний житель Павлодара. В момент задержания он садился в рейсовый автобус, направляющийся в Алматы. Второе ограбление произошло, опять же, в Кустанае. Там двое неизвестных напали на предпринимателя. Они применили баллончик со слизоточевым газом и вырвали из рук пакет с деньгами, в котором находились 3 миллиона тенге. Бизнесмен обратился в полицию. Предлагаю послушать, что рассказали и корреспондентам издания в профильном департаменте. При проведении оперативных мероприятий мы получили зацепку. И 31 декабря задержали подозреваемых в совершении преступления. 32- и 33-летнего жителей областного центра. Задержали в городе Тобол. Деньги изъяли частично. Они успели погасить кредиты. Некоторую сумму потратили на Новый год. Ну и в завершении расскажу о спорах вокруг зимних забав, которые сейчас разгораются в Караганде. Дело в том, что, по словам местных жителей, владельцы горок резко повысили тарифы за свои услуги. Стоимость получасового катания доходила до пяти сотен тенге. А один из предпринимателей оградил свой аттракцион даже металлической проволокой. Карагандинцы обратились в местное управление парками культуры и отдыха и скверами. В ведомстве сообщили, что из-за многочисленных жалоб от населения, владелец данного аттракциона, договор с владельцем данного аттракциона расторгнут, а сама горка уже демонтирована. Ирина, у меня пока на этом все. Ну что ж, будем надеяться, что такая же ситуация, как была в Караганде, уже нигде не повторится, в том числе и в самой Караганде. Это был Андрей Деменок с обзором прессы. А мы идем дальше.